Информационная служба телерадио компании Гомель протягивает свою работу у эфиры у студии Натальи Игнатенко. Добрый вечер. Сегодня на Гомельщине началось проведение сходов у полноваженных от прационных коллективов. На наступном тыдне они должны брать делегатов на 5-й Усебелорусский народный сход. На Усебелорусском народном сходе, который отбудется 22-23 червяня, Гомельскую область представит 350 человек. Как ждет основная увага, будет делена планами и задачами по реализации программы социально-экономичного развития на новую пятигодку. Назвать прозвищи делегатов повинны у полноваженные от прационных коллективов. У центральном аппарате республиканского унитарного предприемства Гомель Энерго на городский сход сегодня брали 5 человек, каждый из которых имеет докладную кропку гляджения на дальнейшее развитие краины. Сам как гражданин Республики Беларусь для меня очень важно, чтобы это собрание было проникнуто единственной целью – это стабильность и мир на нашей земле. Только это позволит нам, тем, кто трудится, работать, детям учиться, получать образование, пенсионерам нормально вести достойный образ жизни после работы. И эта стабильность – это самое основное, в моем ощущении, в решениях этого собрания. Это самое главное. Сегодня в Турове пройшли урочистости с нагоды Дня памяти святителя Кириллы Туровского. В один из самых старожитных городов Беларуси приехали священнослужители из Беларуси и Украины. Боскую литургию и молебен для помника означали Высокопросвященнейший Павел, митрополит Минский Заславский, патриаршик Зархусея Беларуси. Кирилла Туровский – один из выдадных духовных дейчев своего часу, богослов и освятник, народился в 12-м стагодзе. Сучастники называли его патриархом у сходнеславянских литератур. Он был письменником народным и городшелюбимым. И да гэтуль на шатке звертаются до его творчести, як до невычерпной крыницы мудрости. Что год православные верники сбираются на гомельшине, кабушановать память святителя Кириллы, епископа Туровского. На месте, где находится фундамент Старожитного Троицкого кафедрального собора, проходит боская литургия. А бобач, каляпомника, молебен. Несмотря на то, что с того 11 века уже прошло столько столетий, а мы все равно память его продолжаем не только вспоминать, а призывать его в молитвах, вот это свидетельствует о том, что живая наша церковь. Мы не просто его вспоминаем память. Он сегодня с нами был вот таким мистическим, таинственным образом на богослужении. В этом особое качество нашей церкви. Мы не вспоминаем те события, как исторические какие-то, и не кладем потом после праздника на полке память об этих святых. А мы сегодня с ними вместе. Что год у Турова приезжают паломники из разных регионов, не только Беларуси, а и соседних краин. 11 мая у города Як Николе Шматлюдна. Валентина Ройка, якая живе у Тюменской в области России, приезжая не первый год. День памяти Кирилла Туровского супадает с ее днем народжения. Лепший подарунок – махчимость наведать памятные мясины и поклониться святителю. Сам Туров, слово та же Туров, он же старинный, старинный город. Здесь же столько церквей было, столько было святых. Все-таки он очень, я поклоняюсь всегда перед Туровым. Здесь очень природа красивая, здесь люди хорошие. Туров привабливает свою историю, свою спадщину и своей сучасностью. Тут заусюду мкнулись заховать самобытность. И сейчас местные жихары делают все, как Туров был в доме далеко за межами Беларуси. Туров – это город, хоть он самый небольшой, но он туристический объект. И это привлекает сюда паломников из всей республики. Люди сюда приезжают, они видят, что здесь происходит, посещают исторические места. Многие передают это своим знакомым, своим друзьям, потом приезжают еще сюда большими компаниями. Протягнула урочистости свято-духовной и народной музыки великодный фестиваль у Турове. Больше, как 9-1, со сцены гучали композицию в окананне Национального академичного оркестра Республики Беларусь имя Женовича, Камерного хора Гумельской областной филармонии, вокальные группы «Чистый голос» и других творческих коллективов. День памяти Кириллы Туровского свечения того, что люди протягивают память выдатного освятника и письменника. Его духовно-осветницкая спадшина для всего исходного славянства является символом и однания народа. Дмитрий Котов, Олеся Рудянкова, Сергей Лукашук, телерадио-кампания «Гомель» с Турова. До инших тем. У «Гомели» протягивается подрыхтовка до 13-го экономичного форума. Его проведение призначено на 20 мая. За час проведения у «Гомели» экономичных форумов заключено каля 70 погодненев. А маль 60% проектов уже реализованы, тезнаходятся у стады реализации. Что тычется селетнего форума, то для его удельника у подрыхтована больше, как 150 инвестиционных пропанов, которые будут представлены на специальной выставе и размещены у каталозе. При этом свои проекты потенциальным инвесторам с больше, как 20 крайней света презентуют все районы Гомельской области. Потому что я инициатору проекта, как всегда, виднее, в какой стадии находится этот инвестиционный проект, если под него земельный участок, либо неиспользуемый объект недвижимости, на котором можно реализовать. У Гомельскими облаконками принято решение об инвентаризации договора о купле-продаже державной майомости. Продажа объектов, якие не выкарыстовываются, один из резервов для створения новых вытворчастей и працонных местцев, а так само прытягнение инвестиций. Что перешкоджа выкарыстовывать эту майомость больше эффективно, высветлял Олег Синтероу. Продавать объекты державной нерухомости за символичную цену, одну базовую величину. В Беларуси, начале 2007-м, за минулый год новых уладальников на Гомельске значили больше 1150 будинков. Правда, на аукционах некоторые из них выставлялись по некольких разов, бо утанно набытые необходно по-перше украсить значные сродки, а по-другое – выканать широк обоязковых умов на ксад захования профилю объекта. Некто это разумеет, некто спадеется на знакомитые авось. Сегодня законодательство идет благоприятно относится к покупателю, предоставляет ему такую маленькую стоимость недвижимости, при этом предусматривает все-таки ответственность. Первое – это обязательные условия осуществления предпринимательской деятельности, и второе – это штрафные санкции, и достаточно высокие. Будинок былой гостиницы в Будо-Кошалеве продали за 15 миллионов рублей за умовое захование его профилю, чтобы выканать все необходимые работы его новые владельники уклали сумму, которая в 200 разов превышает аукционную цену. Причем, чтобы не застаться со стратами, частку площадь пришлось сдать в аренду гандлевым предприемством. Финансовые вложения без этого никак. Были определенные сбережения, определенные сбережения, и прежде всего начали с центрального входа улицы Ленина. Вот сейчас немножечко перешли во дворы. Значит, вот в данный момент немножко комфорт-классы привели в соответствие. Другое крыло мы планируем под хостелы. Факт выканания своих обязательств на Гомичный шмат, хоть и недобросумленных покупников по культам самокопая, не споняя навод той факт, что в вынеку скасования договоров необходимо выплатить ведьмизначные сродки, которые могут достигать десятку миллионов рублей. За весь минулый и четыре месяца этого года на Гомичный скасовано 85 договоров купли продажу. У выгляде штрафных санкций в бюджет поступило свыше 620 миллионов рублей, и больше половы этой суммы заплатил Жихар Светлогорска, який набыл, а не так и не выкарствовал по призначении в учебно-вытворчий комбинат. Былый дом культуры, увезцы Глазовка, буда Кашалевского района, мог бы стать местовой славутостью. Побудованный в 1953 году, он вызначается своей архитектурой, а ли сегодня он больше вядомый, як объект, який уже в другий раз будет выставлен на аукцион. Папередний угладальник умовы договору не выканал, у вынеку чаго развитаусся с майомостью и заплатил штраф. У вугуле специалисты фонда Гомель Абл Майомость мониторинг эффективности выкарстания объекту ведут постоянно и кажут, что зараз тут створено уже около 1500 працовных мест, а прочатаго шарах будынку перебставлены у жильем. Навод золиком сум, яке необходимо укласти у реконструкцию таких объектов, а матру сельского життя я ще хапая. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телерадокомпания Гомель. У Гомельским цирку отбылась и премьера новой программы «Эмоции.И». На манеже яркие и видовищные номары у выкананне народных артистов Российской Федерации Эдгарда и Аскольда Запашных. Паветранных гимнастов, акробатов на подкидных дошках, вязелога Клоунскага Трыа и многих инших. На премьерном выступлении побывал наш корреспондент Дмитрий Котау. То, что отбывалося на протягу более чем двух годин под куполом Гомельского цирка, выкликало широе захопление и приемное издевление. Это был фейерверк ярких ураженев в соправдное свято цирка. Головная идея новой программы запашных – колеры и их уплыв на человечие эмоции. И першими на сцене заявились оповетранные гимнастки Олена Петрикова и Олена Бараненко, какие уособляли собой белый и черный колер. Назва этюда символичная – добро и зло. Каждый номер новой программы «Эмоции.И» одрознивается своей оригинальностью и неполторностью. Завсим без выключения назираешь с неподробным интересом. На манеже заявляются милые шотвероногие артисты и птушки. Гучными усмешками супроводжается кожный выход на сцену и веселого клоунского триа. Особливые овации, коли перед глядашами повстают Эдгард и Аскольд Запашные. Как означают Эдгард и Аскольд Запашные, теплый и душевный прием гомельской публики их саправды уразил. Однако, как высветлился, ста ночи он повпливал и на четвероногих артистов. Есть животные в душе артиста, честно могу сказать, и я могу отметить даже не только хищников. Сегодня выскакивал на Тарзани, на моей любимой лошади, заскочили обратно, вот я прям видел, как он собой гордился. Он такую морду состряпал, мол, классный я, и пошел к балету сразу, потому что девчонки его тискают, и он такую морду свою, давайте, хвалите. У другой полови программы глядочок шакала выступления акробатов на подкидных дошках и, мабыть, самый шаканный номер в выконании Эдгарда и Аскольда Запашных. На манеж грациозно выходят африканские львы, белые и уссурийские тыгры. Каждый элемент этого аттракциона с дикими тропежниками небеспечный. За всем, что отбывается, сочешь с замиранием сердца. Особливо, когда выконывается самый складанный трюк – скачок на льве. Запашные демонструют полное взаимодействие с живелами. Наимгнение сдаётся, что на сцене знаходятся не просто дрессировщики с драпежниками. Мы с ними и друзья, мы с ними и партнеры. Нам бы, наверное, очень хотелось, чтобы они были нашими самыми близкими друзьями. Но природа так распорядилась, что они являются потенциальными убийцами. И они обладают огромной силой и достаточно скромным интеллектом. Поэтому мы регулируем эти взаимоотношения так, чтобы зритель видел достижения, чтобы зритель видел, чего может достичь человек. Наверное, именно поэтому люди ходят в цирк. Для того, чтобы увидеть какие-то грани, может быть, даже невозможного. Программа «Эмоции» и у полной меры оправдала свою назву. У каждого застанутся только приемные уражения и позитивные эмоции, как подтверждение, глядачы на протягу некольких хвилин, стоя аплодировали артистам и дяковали за саправды казочный вечер. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». Гомельский спевак Виталь Сычоу и могилевский иллюзионист Виктор Шишко распочинают республиканский тур у патрымку добрачыной эстафеты «Мары спрауджываются». Его головная мета – собрать сродки на лечения хворых детей. Под обязанности ведая Ганна Ковалева. Калимастатство иллюзионы и вокал объедновываются, может отбыться соправдный суд. У Гэтэмпера Канана и спевак Виталь Сычоу и могилевский иллюзионист Виктор Шишко. С уместными намаганиями яны организовали масштабную добраченную акцию. У яи рамках по городах Беларуси пройдет концертный тур, подчас якого на развлековые рахунки хворых детей будут собраны грошовые сродки. К нам обратилась мама Мищенко Тимура. Мальчик нуждается в дорогостоящем лечении. Мы хотим оказать помощь и все желающие тоже могут оказать помощь в принципе по всей республике, поскольку вся подробная информация о туре, о благотворительной эстафете «Мечты сбывается» расположена на сайте «Стерео-чудо». Каждый может зайти посмотреть, каким деткам нужно помочь. Зараз организаторы тура знаходятся у пошуку дятей, яким необходно медицинское лечение. Те, кому потребна допомога, могут выслать информацию с копиями документов на электронную скрыню. Першим городом, где Виталь Сычу представить программу «Стерео-чудо» станет Жлобин. Услед за им в том же городе выступит Виктор Шишко. Артисты сподяются, что концертную эстафету подхопят и иншие выканавцы. Таким чином количество выступлений и городов, где пройдут концерты, дозволить допомогать больше колькости хворых детей. Поэтому в конце каждого концерта в каждом городе будут охочены на запашенные суммы. Для меня это прежде всего проект, который должен сделать какую-то частичку добра, принести в этот мир. Но никак не какой-то там уникальный творческий проект, который меня именно этим привлек. Я самостоятельно существую. У нас есть самостоятельная программа «Спящая красавица», которая должна будет продолжить эстафету Виталия для того, чтобы помочь детям. Ганна Ковалева, Игорь Марищенко, телерадиокампания «Гомель». Гэты и иншые новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин